Где только не побывал симпатичный, любознательный главный герой журнала Мурзилка. В разных городах и странах, на Северном полюсе и в пустынях. Спектакль с участием желтого человечка в красном берете специально для маленьких зрителей подготовили ученики школы искусств. Через городок протекает узенькая речка Усюська. Она никогда не замолкает, всегда шумит, переливается. Наверное, оттого и назвали этот городок Жур-Жур. В 2012 году Мурзилка занесен в книгу рекордов Гиннесса, как детский журнал с самым длительным сроком издания. В следующем году ему исполняется 90 лет. Сейчас по стране проходит марафон, посвященный 90-летию журнала Мурзилка. Это детский журнал, наверное, все его знают, все его помнят. Ну вот видите, он уже не такой уж молодой, он уже дедушка, но по-прежнему пользуется популярностью. И вот в рамках этого марафона мы подготовили театрализованный концерт, у нас тоже будет Мурзилка. Все это время журнал остается востребованным и желанным. Дети могут узнать из него про интересные конкурсы, викторины, разгадать ребусы и загадки. Он дает много творческих идей и учит полезным навыкам. Там написаны всякие задачки интересные, там читать можно, там читать очень много, и интересный он. А какие герои там? Там есть Марьяна, это обезьянка, Егор, это ежик. А Мурзилка это сам какой-то персонаж, только я не знаю, кто он. Когда я учился в первом классе или там во втором, да, я очень активно читал Мурзилку. Но сейчас как бы Мурзилка уже уходит на второй план, потому что очень много учебы. В концерте было представлено три сказки писателя Георгия Бала о городке Журжур. Ребята показали хореографические номера и исполнили песни. Лег на бочок непоседа комарик, даже кузнечик прилег на бочок.